Медя, заходите, привет. Заходите, ребятушки. Здравствуйте, привет. Заходите, ребятушки. О, Алена, как твои дела? Молодец, садись, садись, Сонечка, садись. Девочки тут, смотри, уже больше девочек стало, да? Привет, привет. Бедишки. Ну, кого-то мы не знаем, кого-то знаем. Бабечка, как твои дела? Да. Ай, ты молодец. Да, все хорошо? Молодец. Ну, садись, садись. Садись, садись. Сонечку мы знаем, да? Сонечку мы знаем. Петю знаем, Ваню знаем. Аленушку, мы тебя знаем. Да, ты знаешь, как меня зовут? Забыла, Ален? Нет. Нет? Как меня зовут? Дядя? Дядя? Леша. Леша. Ой, молодец. Видишь, Аленушка? Дядя, Леша? Дядя. Саша. Саша. Саша, да. Еще с вами девочка пришла? Вера. Вера. Да, давайте. А как вас зовут? Аленушка, ты расскажи, как зовут этого мальчика? Ваня. Ванечка, да. А этого мальчика? Миша. Миша. Молодец. А этого как? Как? Как тебя зовут? Федя. Федя. Молодец. Федя. А этого мальчика как зовут? Дядя. Как? Дядя. 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 Давай, Аленушка, дали. Молодец. А эту девочку мы не знаем. Мы первый раз видим, как зовут эту девочку. Вика. Вика? Вика. Да. Ника. А этого мальчика мы не знаем. Как зовут? Сережа. 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 Молодец. Сережа. Ну, а Сонечку мы знаем, да? Да. Вот. Вот мы познакомились, да? Со мной пришла вот тетя Вера. Люба. Тетя Вера. Люба. А тетя Вера спросит, какие же вы праздники знаете? На какой праздник вы учили стишки? Посмотрите внимательно. Что там идет на улице? Снег. Снег, правильно. Идет снег, да? Да. А когда снег идет, какой праздник бывает зимой? Зима. Зима. Новый год бывает, да? Новый год. Ёлка, да? Ёлка. Знаете, когда Новый год какой праздник бывает? Бывает Рождество. У каждого есть день рождения, да? У каждого есть день рождения. Вот этот день, да? У тебя, да, Федя? У Душа был такой праздник Рождества. Душа родился один мальчик. Один мальчик родился. И его звали Иисус Христос. И когда он родился, однажды в это время на поле были пастухи. А пастухи, знаете, что такое? Пастухи, это которые у них много овечек. Овечку видели когда-нибудь? Овечку. Да. Овечки, они сторожили этих овечек ночью. Они овечки спали, а пастухи в это время сидели у костра. Вы видели когда-нибудь костер? Да. Костер такой горит сильно. И там тепло возле него ночью. И когда ночью он горит, то бывает светлое. Сидели пастухи и говорили, как нам тяжело жить. Какие законы издают, такие серьезные. Рассуждали. И в это время их светом осветило, и на небе появился ангел. Да. И сказал пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам радость. А какую радость он возвестил? Что вам родился Иисус Христос. И вы найдете его в сарае, в ясельках, где коровы стоят, где овечки. Да, в ясельках найдете. И в это время на небе еще, знаете, что появилось? Еще много ангелов, и они спели пастухам такую песенку. Сейчас я вам ее спою. Слава Вышней Богу и на земле ней, Человека благоволение. Слава Вышней Богу и на земле ней, Слава Вышней Богу и на земле ней, Человека благоволение. И вот так ангелы спели пастухам такую песенку. И сказали, что они Иисуса Христа, маленького мальчика, который родился в этот день, Они могут найти в сарае, где овечки, коровки. Пастухи пошли в этот сарай, в хлеб и нашли там маленького младенца. А вы знаете, он лежал не в кроватке тепленько, он лежал в ясельках, он лежал на соломе. Кормушки для коровки, да. Вот его обвязали пеленочкой, завязали и положили на сено. Вот так в этот день, когда зима была на улице, родился Иисус Христос. Да, такой праздник. День рождения Иисуса Христа и пастухи об этом и рассказали всем людям. Божская шапка ведет в кабуке, тяну я корабль по пистой реке. Сказать, ты будешь ты домой по петану, трошки, 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 трошки. Паркати, капитан! Молодец! 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 А вы помните, Даник, ты помнишь и все, Ванечка? Вот, что это такое? Рыбки, точно. Вы помните такую песню, Даник? Да, рыбки. А ну-ка попробуем спеть, да, все вместе. И, да, да. Это, это Ника, да? Ника тоже вот так. Давай ручки. О, молодец, Сереженька. Вот так ручки. Молодец. Итак, все. Молодец. 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 Это курочку и петушка. И сказала ей, правильнее, вырастите, курочка с петушком. Смотрите, как она курочек вырастет, она смесет много яичек, курочка. Вы видите, много-много цеплят, и будете ими играть. И они стали заботиться. И о курочке и петушке приходили каждый день. Наливали водичку, сыпали зернышки, они клевали, кушали, им нравилось с ними играть. Но у них по соседству жил мальчик, не очень добрый. Ему не нравилось, как дети весело играют в курочке с петушком. И он решил сделать зубок. Видите, взял большой камень, вернул через завод и бросил в петушка. В камень так сильно ударил петушка, что он упал и больше не встал. Очень сильно расстроились сестричка с братиком. И это значит, больше яичек не будет, и цеплят они не смогут привезти. Они так об этом мечтали. Девочка сильно раскладывалась и сказала, я никогда не прощу этому мальчику, что он сделал такое зло. Мама говорила, надо прости, надо сделать ему добро. Но она сказала, нет, никогда ему не прощу. Он убил петушка, тебе у нас не будет, ни яичек, ни цеплят. Прошло время. Ему опять подарили петушка, они стали о нем заботиться. Но девочка все равно внутри сердца носила обиду на этого мальчика. Видела его в деревне и все время на него злила. И думала, как бы ему отомстить. Пришло такое время, что мама вдруг говорит этой девочке. А ты знаешь, что у нашего соседа Толи заболела мама. Сильно-сильно заболела. И врач сказал, что ей каждый день нужно убивать сырое яичко. А у них нету курочек и нету яичек. Ты не могла бы взять свои яички и отнести их. Сначала девочка сильно забережевала. Но я же не люблю этого Толя. Он же убил моего петушка. Но подумала, ну ведь жалко же тетеньку, которая у нее. И решила, что она возьмет все свои яички, из которых даже были прицеплят, и отнесет. И пришла к ней домой, принесла ей две яички. И сказала Толю, это для твоей мамы. А знаете, что случилось? Толик вспомнил в этот момент, что он когда-то сделал большое зло. Убил петушка. Ему стало очень стыдно. Он попросил прощения. И с того момента она смогла его простить. И они уже вместе играли. Он приходил к ним в гости. Они вместе корнили петушка и курочка. Верь, давайте научимся зла не держать ни на кого. А научимся делать доброе, как эта девочка. Все это не решила своему рабу. И сделать с добрым делом. Будем делать доброе? Да. А сейчас давайте мы с вами сделаем петушка. И будем вспоминать, что нужно всегда на зло отвечать добро. Давайте. Садитесь. 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 Вот такого фетушка мы сейчас делаем. Вот такого. Смотрите сюда. Смотрите. Куда смотрите. Видите у всех фигурок? Это на клеечка. Нужно бы здесь бумажку оторвать? Да. И на эту фигурку приклей. Давай. 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 Ого. Вот. Вот. Приперед. Ручки поднимаем. А куда надо? Все садочки сделаем. Давайте нам головки. Давайте нам головки. Вот смотри. И он на носах. Вот так красиво. Вот. Давай. 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 Там палочку надо только вставить еще, не надо, потому что мы забыли, Серега. Вот палочку, палочку. Сейчас мы дальше, мы не будем, дальше с ним, мы еще сейчас. Вот петушок, а где у него головка? Вот она, где головка? Желтая, да. Сейчас нужно дать покрытие. Вот, Алёнушка, вот, вот, открывай. Ложи петушка, открывай. Не получается? Не может. Где шапочка у него, Серега? А, давай, давай. А это? Хвостик, давайте хвостик, давай хвостик, Серега. Держи. Вот, вот, вот. Так, хвостики. Открывай. Сейчас, вот, вот. А вот хвостик. Алёнушка, давай теперь хвостик, открывай. Открывай, открывай. Открывай. Давай. Молодец. 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 Это мой 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 мой. Сережка, ну ты молодец. Какой красивый у тебя тут устроил. Победите. Я обещал же всем, кто... Садитесь на место. Сейчас там. Мишенька, садитесь. Мишенька, садитесь. Садитесь. Валя, садитесь. Вот, вот, в зале, я миша его. Я дам всем подарок. Да? Только кто сядет на место. Книжечки. Вы дома посмотрите свои игрушки. Это наш. Всем, вот, сейчас, Верочка, раздавь. Всем, поделитесь. А ещё я дам всем по игрушке. Это коровка. Держи, Лёнушка. Тебе? Да. Пчёлка. Ты же как пчёлка. Ты же где-то такая, что не сидишь. Как пчёлка. На. Садись. Садись. Тебе Мишку. О. А это кто? Это Мишка. А тебе зайчика. А, Малюшка. Мишку тебе. На тебе петушок. А тебе петушок. Стоп-па. Стоп-па. А я не сказала Мишка. Стоп-па. Спасибо. Кто сказал спасибо? Спасибо, я. Ой, молодец. Петушки. Молодцы. Какие петушки. Но у нас мальчишек, но у нас детишек больше всех.